Ольга Диховичная в настоящее время известная актриса, сценарист и режиссер, которую в свое время буквально в смысле открыл современному кинематографу, известный режиссер и по совместительству ее муж Иван Диховичный. Знакомство будущих супругов состоялось, когда Ивану Диховичному было уже за 50, а Ольга недавно отметила совершеннолетие. Вот что говорил сам Иван о разнице в возрасте с молодой возлюбленной. «Наш роман случился во многом благодаря тому, что у меня нет уважения к собственному возрасту, поэтому мы и смогли, несмотря на большую разницу, стать близкими людьми». А в результате это знакомство с известным режиссером стало для Ольги судьбоносным и во многом определило ее дальнейшую жизнь. Ольга стала третьей женой Диховичного. Стоит заметить, что по случайному совпадению все три его жены носили имя Ольга. Иван Диховичный помог своей жене не только становлению как актрисы, он также настоял на получении ею профессионального образования. Их семейный творческий союз подарил миру несколько фильмов, таких как «Копейка», «Деньги», «Вдох-выдох». В начале 2000-х у Диховичного диагностировали рак, и спустя несколько лет в 2009 году он скончался на 1962 году жизни, так и не сумел побороть страшный недуг. За 11 лет их брака Ольга так и не родила ему ребенка. После смерти мужа Ольга много работала, снимала с кино, пробовала себя в качестве модели. В 2009 году красивая и сексуальная Ольга стала лицом модного дома Алены Ахмадулиной. В 2013 году личная жизнь 32-летней Ольги Диховичной была предметом бурных обсуждений, после того, как стало известно, что она решила связать себя новыми узами брака. И на этот раз актриса решила отдать себя не в крепкие мужские руки, а в нежные женские. Связать свою жизнь она захотела с подругой, на тот момент 37-летним режиссером Ангелиной Никоновой, с которой они несколько лет назад познакомились на съемочной площадке. С момента знакомства женщины практически не расставались, проводя время вместе не только на работе, но и на отдыхе. Для того, чтобы создать новую семью, Ольга Диховичная и Ангелина Никонова эмигрировали в Соединенные Штаты. Свадебную церемонию влюбленные женщины провели в Нью-Йорке, так как в России однополые браки запрещены. В настоящее время Ольга и Ангелина живут и работают в Америке. Вам спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии под данным видео. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал Цветностроение. И до новых встреч!